Итак, встречаем Женю, которая сегодня нам расскажет про дататайпы и все вот это. Доброго ранку, Киеве! И это все. Дальше у меня все пойдет по-русски, и вы сейчас поймете, почему? Потому что, в общем, кто я такой вообще? Меня зовут Женя, я из Минска, к сожалению, по-украински не говорю, а я могу разговаривать по-белорусскому. Я пишу на Руби больше шести лет, вот, помимо этого JS, Эликсир, Голанг, все такое, вот, но как бы не об этом. Сегодня я темлит начинающий в компании Ападил, которая недавно открыла свой офис в Минске, вот, и как бы благодаря компания поддержала то, что я сегодня здесь, и у меня к вам, пока вы подписываетесь на мой телеграм-канал, на котором я пишу всякое разное про разработку, у меня к вам будет одна просьба. У меня есть один большой недостаток, я очень часто говорю слово вот, вот, и поэтому, если вы будете слышать, как я лишний раз говорю слово вот, пожалуйста, кричите вот, чтобы я понял, что что-то идет не так. Ну, а если я буду говорить много раз слово огонь, это все нормально, это моя особенность, это не недостаток. Значит, перейдем уже как бы к теме. Моя тема звучит так, решаем проблемы типов данных в Руби, но мы же как бы рубисты, а название слишком серьезное, поэтому у названия есть вторая часть, и вторая часть звучит следующим образом. Make data reliable again. В общем, мы будем делать наши данные в Руби, типы данных, надежными, на которые можно полагаться, с которыми, ну, реально не страшно работать. Вот. И перед тем, как мы пойдем дальше, я хочу сделать еще один как-то, ну, вводочку, подводочку. В общем, я читал, что кто-то против эмоджи, кто-то считает, что эмоджики, это уже не модно, но у меня будет очень много эмоджиков, так что готовьтесь к этому. Вот. Значит, будем начинать. Ну, вообще, с чего мы будем начинать? Надо сначала разобраться, что такое типы данных, что же это такое вообще. И для того, чтобы в этой теме разобраться, я обратился к вики языка, ну, на мой взгляд, сообщество которого вот просто трепетнее всего относится к типам данных, и это Haskell. И что там говорится про типы данных? Это мой вольный перевод. Типы — это то, как вы описываете данные, с которыми будет работать ваша программа. Ну, как бы все просто, все очень здорово, и будем отталкиваться именно от этого определения. Ну, и что не так с типами данных в Ruby? Я вообще взял три составляющих, и по ним в презентации, в докладе пройдусь. Первое — это в самом Ruby, что не так. Второе — это, в принципе, общая проблема разработчиков на любых языках. Ну, и третья проблема в Rails, ну, который он нас приучил. Итак, типизация в Ruby. Начнем с этого. Вообще, что она, какая она? Она у нас строгая, и она у нас динамическая. Как бы, что такое строгая? Это значит, что мы не можем провернуть вот такую вот махинацию в Ruby. Вот Ruby нам сразу кинет exception, в отличие от любимого мной и многими, я уверен, из вас джаваскрипта, где это все сработает. Кто знает правильный ответ на задачку вот такую же в джаваскрипте? Нет, короче, ответ будет число 10. Ну, а что такое динамическая типизация? Это значит, что мы одной переменной можем присваивать какие угодно значения, и у нас там компилятор, которого в Ruby как бы нет, по рукам бить не будет за это. Ну, еще в Ruby есть такое понятие, как утиная типизация. Что это такое? Очень просто. Если это выглядит как утка, плавает как уткой, крякает как утка, то это, возможно, есть утка. В принципе, утиная типизация — это очень здорово. Она позволяет нам делать очень гибкие системы. Если вы не верите мне, почитайте книжки Сэнди Мэттс. Но в Ruby утиная типизация может приводить нас к неким очень неприятным штукам, и это не такие неприятные штуки, как здесь говорящая уточка. Говорящая по-человечески, я замечу. Вот пример. У нас есть такой замечательный метод, который рельса добавила в объекты рубишные, как Blank, который проверяет вообще пустой, не пустой объект. То есть можно с ним что-то делать? Нет? И вот у нас есть такой метод, который что-то делает с коллекшеном. И мы проверяем. Если там пришел условно nil, мы ничего делать не будем. А если не nil, то пойдем дальше. И вот этот метод успешно работает на тех кейсах, которые мы предусмотрели благодаря этому методу Blank. Однако мы потом передаем туда, ну прилетает строчка, а в рантайме порой чего только не случится. И наш метод благополучно крашится, и мы потом ловим эксепшены в консольке нашей, там в логах и в тех системах, которые вы для этого используете. Вообще утиная типизация, она именно про поведение, она не про данные, не про типы данных, с которыми мы работаем. Она проверяет именно поведение текущего объекта. И не так давно такая же компания как Rollbar опубликовала исследование свое, которое там вот провела на более чем тысячи рельсовых приложений. И она выяснила, что ну там наиболее часто встречающиеся ошибки вот у вас на экране, и две из них связаны именно с этим. Ну то есть там NIL, нету метода, с которым NIL может работать. И мы видим, как динамические языки добавляют так или иначе проверку типов. Это, например, в JavaScript сделали рядышком TypeScript, ну и фронтенщики говорят, что в новых стандартах ECMAScript тоже это добавится. Это в Python, где добавили Type Hints. Правда, многие говорят, что это ужас. Диалайзер для Эрланга и Эликсира. Это, ну как бы библиотечка, тула, которая позволяет проверять типы. В Ruby второй версии, с которой мы работаем, есть такие штуки как Steep, Sorbit, который, к сожалению, еще не вышел, ну не из опенсорселя, но я очень жду этой штуки. Вот. Ну и в Ruby 3 неизвестно, хотя Mads говорит, что ничего нам ждать не стоит. Как мы видим, все-таки что-то добавляется в динамические языки. Вот. А еще есть такая шикарная штука, как GraphQL. Я последние там месяца три-четыре тесно с этой технологией работаю, и я просто настолько в восторге от нее. В общем, если не пробовали, попробуйте. Ну, схема типизации, которая дает GraphQL, это очень здорово. Но и сейчас в Ruby есть встроенный механизм для проверки поведения, однако не типов. Так что эта проблема первая. И прежде чем переходить к средствам, которые позволят нам эту проблему решить, я расскажу про еще одну проблему, связанную, ну, которая свойственна разработчикам на всех языках. И эта проблема называется Primitive Obsession или одержимость примитивами. Что это вообще такое? Снова-таки вернемся к нашему описанию типов. Это то, как мы описываем данными, с которыми будет работать наша программа. А Primitive Obsession о том, что мы вместо описания типов нашей предметной области полагаемся на обычные строковые типы, числа и так далее. То есть мы не создаем типы для нашей предметной области, а используем какие-то примитивы. Например, вместо того, чтобы использовать какой-то тип для хранения денег, мы все пишем в какие-то флоты, даблы. И к чему это может привести? Очень есть много веселых случаев, когда вы считаете деньги, а что-то не сходится именно из-за использования флотов, а не центов и прочего. Вместо того, чтобы использовать пас, который даже в Ruby встроен, паснейм, мы можем использовать строчки. Хотя в паснейме очень много красивых, удобных методов определено. Вместо того, чтобы использовать структурки, где есть понятная схема, на что мы можем полагаться, мы очень часто используем хэши, куда кладем непонятно что. На хэши полагаться сложно, поскольку мы не знаем, какая у них будет схема, когда они к нам прилетят. Ну а вот это вообще мой любимый пример, когда пытаются из массивов построить какие-то хэши, а потом получается вот такой вот чудесный код, и ты на него смотришь и думаешь, что за единичка, что за нолик, что вообще тут происходит? Если что, я такое видел пару раз и меня просто подбрасывало. И как бы примитивные типы, они ничего не говорят нам о нашей предметной области. И если, к примеру, к вам в метод прилетает что-то, вы не знаете, ну это число, ну и что с этим числом можно делать? Все что угодно. А если же мы определяем именно типы данных нашей предметной области, нам с ними куда проще работать, поскольку мы уже знаем, что это такое, а не просто полагаемся там на примитивы, которые можно использовать везде. И эту проблему тоже можно решить, и довольно просто. Но, однако, прежде чем мы перейдем к решению, рассмотрим последнюю как бы проблему, которую я выделил, это то, к чему нас приучил Rails. Rails нас приучил к тому, что наши данные могут быть в невалидном состоянии, и это нормально. Вот, например, у нас есть такая модель как App. У App есть платформа, ну понятно, там мобильное приложение, платформа, все такое. И мы такие берем и создаем NewApp. И понятно, что она у нас невалидна, поскольку нам, ну у App должна быть платформа. Вот, ну как бы все здорово, все нормально. Но потом есть какой-то там, какой-то объектик, какой-то там сервис, который работает с App, и он ожидает, что у App будет платформа, и с этой платформой что-то хочет сделать. И если мы передадим туда вот нашу невалидную App, что получится, а получится что-то очень плохое, и что нам с этим делать? Ну, можно писать дополнительную логику обработки, однако давайте задумаемся вот над чем. В принципе, зачем нам нужна валидация данных? Для того, чтобы некорректное состояние данных, оно в нашу систему не просачивалось. Однако мы допускаем создание невалидных объектов, и ну как-то в моей голове это не очень сходится. То есть, с одной стороны, нам не нужно допускать невалидное состояние, а с другой стороны, мы позволяем его создавать и плодить. И в принципе, поскольку вообще вот такой паттерн, он завязан на наши реально важные объекты, это на наши модельки, те, которые впоследствии еще в базу будут класться, на мой взгляд, этот подход, он не очень-то разумен. Но порой он оправдан, к сожалению. И обобщая все, что я сказал выше, вообще, что же не так с типами данных в Ruby? Ну, во-первых, есть механизм проверки поведения, но нет механизма проверки данных. Второе, это мы как разработчики на других языках, ну кроме Haskell и может быть еще чего-нибудь, мы склонны использовать примитивы вместо того, чтобы использовать данные из нашей предметной области, создавать свою как бы систему типов. Ну и последнее, Rails приучила нас к тому, что невалидные данные, объекты в невалидном состоянии, это нормально, хотя, ну как по мне, это не кажется хорошей идеей. Вот, и в принципе можно, короче, паниковать, начинать плакать, там истерить и говорить, все, Ruby умер, как многие это и делают. Однако Ruby очень крутой инструмент, который позволяет делать гибкие решения, там считать для любой задачи. И сегодня мы, я вам как раз-таки про некоторые из них расскажу. Итак, короче, вот это была вообще первая задача, считайте, с которой я столкнулся в компании, где сейчас работаю, в Appadile. Что такое Daily Active Users? Ну, в общем, это такая статистика, которая позволяет понять уникальных пользователей, которые пользуются вашими приложениями мобильными. Ну и не только, но мы просто с мобильными приложениями работаем. Впоследствии мы эти данные кладем в вертику для анализа, и как бы там очень критично все по поводу того, насколько корректны данные. Потому что если ты туда отправил что-то некорректное, вертика может закозлиться и сказать, я эти данные, на них будет сложно анализировать. Вот. И поэтому корректность данных здесь, она была крайне важна. Ну и первичная версия вот этих вот Daily Active User Data, она выглядела вот таким вот образом. И в принципе, если вы долго работали на проекте, вам очень просто понять, что к чему. Но я пришел только, и я вообще не понимал, что за AppID, что за Type, что за платформа ID. Ну, как бы по ID-шникам можно понять, что это что-то кладется в базу, но как впоследствии оказалось, все не так просто. Ну и надо с этим что-то делать. И, в общем, на тот момент у меня еще был Team Lead, и мы с ним, я к нему пришел с решением, ну и, в общем, мы это пофиксили. И что же мы делали? Получается, вот три проблемы. Проверка данных, а не только поведение, primitive obsession и невалидное состояние. И тут я заюзал Dry Types и Dry Struct. В общем, что это вообще такое? Dry Types — это простая расширяемая система типов для Ruby. Она полезна для того, чтобы делать приведение типов, применять различные ограничения, определять структуры, value object и так далее. Очень крутая, гибкая штука. Ну а Dry Struct — это штука, построенная поверх Dry Types, которая позволяет делать более сложные структуры данных. Итак, понеслась. Ну как это вообще работает? Ну вот, к примеру, мы определили структуру для Person. У нас там есть name и age. Ну и вот такие вот типы. Типы, записанные таким образом, это по факту просто аннотация. И даже ничего проверяться там не будет. То есть если мы попробуем создать какой-то объект такой структуры и передадим туда не строчки и числа целые, как ожидается, что-то другое, то ничего даже не упадет. Ничего не скажет. Такие типы strict — это типы, которые реально не позволят себя создать в невалидном состоянии. Вот такие типы, они сначала попытаются привести себя к строке или к числу, как здесь указано. Если не получится, тогда мы узнаем, что что-то не так. Еще мы можем добавлять всякие разные constraint-ы, типа ограничения. Вот как здесь, допустим, это ограничение по возрасту, что только больше 18 должен быть возраст. Или же мы можем комбинировать типы, например, nil-ostring. То есть мы сами предполагаем, что тут может быть либо nil, либо строка. Ну и, в общем, вернемся к нашему DAO. Вот это было DAO версии 1. DAO версии 2 выглядела вот таким вот образом. Как я уже говорил, эти типы ничего не проверяют. И версия 2 выглядела так просто потому, что я на тот момент не дочитал доку. Версия 3 выглядела следующим образом. Как вы видите, тут уже идет проверка типов. Все strict. Все здорово. И первую проблему мы решили. Мы проверяем данные, а не только поведение. Но у нас возникает следующая проблема. Это primitive obsession. С ней надо тоже что-то делать. И dry types, там же указано, мы можем создавать свои модели, свои системы типов. Это здорово. И начнем. Получается, вот 4 поля. AppID, CountryID, UserID и PlatformID. Здесь они как интеджер, но вообще это не просто интеджер. Эти ID-шники, они содержат ID записей в базу. Но в нашем случае это нечто, что больше нуля. Все просто, но кажется, что тут вообще. Но когда мы записываем и знаем, что мы работаем с EntityID, а не с каким-то условным интеджером в голове, это уже с этим работать куда проще. И ты понимаешь, чего ожидает от тебя данный объект. Следующее. Это addID. Это, как видите, тут строка. Но это не просто строка. Это строка в формате UUID. Все здорово. И мы создаем вот такой вот тип, где описываем, что это строка, в таком-то формате. Дальше addType. AddType – это определенный набор целочисленных значений или ноль. Ну, в нашем случае вот конкретно здесь. И получается addTypes – это вот такой вот хэшик, ну, примерно такой. И мы создаем тип. Либо это zero, либо это addTypeID, который из себя представляет Enum. Что вообще нам позволяет делать Enum? Вот такая запись. Но что он позволяет делать? Он позволяет нам передавать туда не только непосредственно сами инты, которые мы ожидаем от addTypeID, но и строки, которые обозначают эти инты. Платформа ID – это нечто похожее на addType. Это тоже определенный набор целочисленных значений, но уже ноль мы не ожидаем. И получается то же самое это выглядит. Так же мы определяем, как Enum. И получилась у нас вот на тот момент такая вот красивенькая система типов наших. Сейчас она разрослась уже, потому что это было довольно давно сделано. И да, у версии 4, 4 выглядела вот таким вот образом. Теперь тут уже описано, чего мы ожидаем. Что AppID – это entity, там тоже самое country, user и так далее. AddType – это либо AddTypeID, либо нолик. Платформа – это PlatformID, AddID – это UID и так далее. То есть все здорово, все описано. И, короче, можно начинать радоваться, веселиться. Вторую проблему мы решили, и у нас Primitive Obsession нам уже не так сильно грозит. И проблема последняя – это невалидное состояние записи. Но перед тем, как рассказывать про это, тут надо особенности DryTypes и DryStruct определенно рассказать. В общем, они позволяют хранить только валидные данные. Это первая особенность. И, соответственно, если мы опишем так модель Person и попробуем передать туда что-то невалидное, то у нас все упадет с exception, и нам просто сам по себе объект не позволит создать себя в невалидном состоянии. Это первое. Первый момент. А второй момент… Так, второй момент, чуть дальше. В общем, невалидные состояния хуже, чем словить исключение. Почему я делаю вообще такое заявление? Если вы когда-нибудь через определенный момент времени обнаружили в своей базе, что у вас что-то там начало записываться невалидные данные, и потом вам надо эти данные как-то смигрировать, и вы прошли через всю эту боль миграции, я думаю, вы со мной согласитесь. Но если у вас нормально построен процесс тестирования вашего приложения, то, скорее всего, все эти exception вы отловите вообще на этапе тестирования. И они просто-напросто не дойдут до продакшена. И у нас с тестированием все хорошо, и поэтому для нас то, что мы не можем создать невалидные объекты, он просто-таки нет exception, для нас это здорово. И второй аспект, о котором я хотел сказать, это иммутабельность этих объектов. То есть если мы создали персон, валидную, мы не можем поменять. То есть, как вы видите здесь, я пытаюсь заменить, и мне вылазит exception, нет такого метода. Ну просто сам по себе dry struct не подразумевает изменяемость данных, и, соответственно, если мы создали валидный объект, и мы не можем его поменять, это дает нам гарантию корректных данных, и, на мой взгляд, это победа. И получается, что последний пункт мы вообще получили за бесплатное, считайте. И что в итоге это нам дает? Надежные данные, на которые реально можно положиться. И это очень здорово, и, в общем, можно веселиться, радоваться. Однако, тут может возникнуть вопрос, как бы, если эти данные, ну мы сами как-то в системе определяем, все здорово, а если нам юзер что-то пытается вводить, и получается, что юзер же, ну, он может ввести невалидные данные, и нам эти стучи надо как-то обрабатывать, и, соответственно, вот тот кейс с ловлей exception нас может настигнуть, и нам их нужно обрабатывать. Обработка exception – это та еще боль. И кажется, что все-таки все не так хорошо, однако все круто. И я сейчас вам покажу, почему. Вот это, короче, фича, над которой я работал довольно долго, уже в роли как бы темлида, и мы ее благополучно на прошлой неделе выкатили. Но все мы знаем, как мы выкатываем юзерам в срок наши какие-то там фичи. И это, в принципе, одна из причин, почему я говорю по-русски сегодня, а не по-английски. Итак, что это вообще такое? Юзеры могут создавать в нашей сети, как бы добавлять свои аккаунты, они могут добавлять рекламные блоки, которые созданы были в аккаунтах сетей различных рекламных. Но этих сетей много, и нам нужно проверять данные от каждой конкретной сети, ну и понятно, что они там будут разниться, и их валидировать надо, и чтобы нам не нужно было впоследствии работать с эксепшенами. И тут приходим к следующему решению. Это dry validation. Что вообще это такое? Это такая штука, которая позволяет строить валидационные схемы довольно удобно, предоставляет для этого крутой DSL, и чтобы мы могли просто-напросто брать и валидировать входящие данные. Итак, ну вот это примерно как оно выглядит. Сейчас разберем по кусочкам. Короче, вот это вот валидационная схема для person какого-нибудь. В общем, мы тут видим, что есть required филды, есть встроенные данные как address, и есть дополнительные проверки, формат и так далее. То есть все здорово. Если мы попытаемся передать туда что-то, и оно валидное, невалидное, то здесь вы можете увидеть, что мы попытались передать данные, они не самые валидные, то есть там чего-то не хватает, допустим, age. И нам выдается результат, что errors, age is missing. Все здорово, ребята, работающие над этой библиотечкой, постарались для нас. Но пример простой, сейчас пример посложнее. Вот, допустим, сложная схема, где мы проверяем, что к нам пришла какая-то там коллекция, и эта коллекция должна быть массивом с минимальным размером 3 элемента, и каждый из этих элементов должен быть строкой с минимальной длиной в 2. В общем, вот так вот выглядит эта схема, с помощью drive validation построенная. Условия не из простых. Если вы попытаетесь его закодить сами, наверное, у вас это выйдет приличненько по коду, а потом еще затестить надо. Итак, если мы передадим туда немассив, у нас все упадет. Если мы передадим туда маленький массив, у нас все упадет. Если мы передадим туда массив с некорректными конкретными этими айтемами, то у нас снова таки все упадет. Ну а если мы передадим туда некорректные типы этих элементов, у нас снова все упадет. А потом, если мы передадим туда что-то корректное, все здорово, ошибок никаких нет. И как это вообще используем мы? Как я уже говорил, у нас очень много различных рекламных сетей. У них свои поля аккаунтов, свои поля в рекламных блоках. И это было бы очень печально делать все с помощью условной валидации, которую нам предлагает рельса. А здесь мы имеем примерно вот такие схемы различные. Вот как вы можете увидеть здесь. У нас есть там, допустим, required field ECPM, который может быть больше либо равен нулю. У нас есть опциональное поле Parallel Bidding, которое может прийти, а может нет. У нас есть еще одно поле, где мы совместили типы и Drive Validation, который впоследствии приведет входящие данные в Trimed String. А что это такое? Это строка, которая обрезанная по концам. Вы когда-нибудь, когда пользовались какими-нибудь сервисами, не сталкивались с тем, что ты введешь email, а там где-то, допустим, первый пробельчик поставил случайно, и потом думаешь, почему, короче, я не могу войти в систему? У меня было так часто. И, в общем, с помощью этого мы можем обрезать данные непосредственно, пока они проходят через валидационную схему. Ну, а здесь все вообще посложнее. Получается, это у нас countries, это может быть array, каждый элемент из которого он должен быть, entity id. В общем, сложные довольно штуки. Дальше вот здесь вы можете увидеть, что схемы наши могут наследоваться друг от друга. То есть мы можем создавать какую-то базовую настройку и потом от этой базовой настройки плясать дальше. Например, вот эта самая базовая настройка. То есть здесь мы можем указать, что мы вообще интегрируемся с, допустим, системой интернационализации, что очень удобно. Здесь мы можем определять какие-то кастомные проверки, предикаты. Ну и вот здесь это та самая интеграция с нашей системой типов, чтобы мы в процессе могли взаимодействовать с теми типами, которые нас создавали для своей предметной области. Все очень здорово. И благодаря вот этим двум решениям, с одной стороны dry types и dry struct, а с другой стороны dry validation, в принципе в нашей системе я перестал переживать за валидность, за корректность данных. И на наши данные сейчас реально можно полагаться в работе. И это очень здорово, когда какой-то инструмент позволяет убрать головную боль вашу в какой-то области. И разве не в этом как раз и предназначение инструментов, которыми мы пользуемся. Получается, обобщая то, что я говорил, dry types и dry struct. Они позволяют описать типы данных в вашей предметной области, они позволяют комбинировать типы и создавать новые на базе уже существующих. Они мутабельны, и они не допускают некорректных данных. А dry validation, он позволяет проверять корректность входящих данных, благодаря чему вы не будете ловить эксепшены в dry types и dry struct. Он позволяет использовать типы, описанные с помощью dry types, для того, чтобы можно было заниматься привидением и так далее. Он позволяет, поддерживает систему интернационализации, дает возможность кастомизировать сообщения, что как бы тоже важно. И это можно делать довольно удобно. И может отлично работать в связке с ActiveRecord. Вот пример с нашими AdUnit рекламными блоками и аккаунтами. Он это показал, потому что у нас там на ActiveRecord есть какая-то своя базовая проверка условно. А здесь у нас описано очень много различных кастомных проверок. И просто до ActiveRecord данные невалидные не доходят. Ну, конечно, как у любого решения, у них есть свои недостатки. И о них было бы нечестно не сказать. О тех недостатках, по крайней мере, с которыми мы столкнулись, которые я заметил. Первое — это пока что нестабилизированная API. Что я под этим подразумеваю? Ни один из этих гемов еще не дошел до версии 1.0. Однако то, что пишут ребята, которые их создают, то, что, во-первых, они очень близки, а во-вторых, там уже в 1.0 поменяется очень мало из того, что есть сейчас. Это непривычный подход на самом деле, потому что рельса, допустим, приучила нас к тому, что это нормально, когда у нас один объект занимается всем. Ну, ActiveRecord тот же. И к этому реально нужно привыкать. Это, во-первых, во-вторых, типа то, что там иммутабельность и так далее. Ну, в общем, это не так просто привыкнуть. Следующее — это работает, ну, естественно, медленнее, чем встроенные в Ruby решения. То есть те же DryStructs, которые с проверкой типов. Я не мастер бенчмарков, но по моим бенчмаркам они где-то там в 2,5 раза медленнее работают, чем обычные структурки при инициализации просто. Однако, ну, как и в любой системе, у вас могут быть моменты, где скорость критична, а какие-то элементы, где скорость не критична, и корректность данных, она куда более важна. Ну, и все. Дякую. Я оставил там полезные ссылочки в презентации. Мне говорили, что презентажку выложат. Вот, можете потом почитать. Ну, и если у вас есть какие-то вопросы, наверное, у нас есть на это время. Вы зачем проверяете мыло Регэкспом? Что же вы делаете, а? Я, может быть, не знаю, в чем проблема. Мыло, в принципе, по стандарту, по РФЦ, никак не варендируется Регэкспом. В принципе, или вообще, совсем. Нет, оно вообще не варендируется Регэкспом. Нет, ну, если РФЦ почитаешь, то там какие-то... Нет, ну, возможно, можно, да? Да, ну, знаете, ну, ты уверен, что ты хочешь писать РГЭкспом на... Вот, я вот с этим соглашусь. Правильная варендация имейла – это взять и отправить им имейли. Ну, тут есть такой момент. Короче, на мой взгляд, лучше пользователю дать фидбэк максимально быстро. Если он ввел неправильный имейл, а он об этом узнает там условно через неделю, ну, это сложно. И эти имейлы – это не имейл юзера конкретного, который регается в нашей системе. Это имейл, по которому он зарегался в другой системе, и поэтому имейлы мы будем проверять интеграцию. Нормально все, ненормально. И поэтому, ну, мне кажется, что в данном случае это норм. Тут должна быть картинка из этого, из инсепшена. У меня тоже есть вопрос. Слышали ли вы про паттерн DataMaper и ValueObject, и не решила бы ли это частично половину ваших проблем? И второй вопрос. Наверное, всех абсолютно типов данных невозможно учесть при валидации рекордов. Например, как вы будете валидировать уникальность записи, и не получится ли, что у вас сначала одна проверка, а потом все равно вторая? Как вы это все вместе собираете в одну кучу? Хорошо. Так, короче, первый вопрос. Во-первых, ValueObject с помощью вот этих вот решений мы как раз таких и можем строить. Вот, это первое. Второе, про DataMaper слышал. Если я, ну, я, может быть, слышал не то, конечно, но если я правильно понимаю, то это как бы альтернатива ActiveRecord паттерну. И переходить с ActiveRecord в нашем случае это был не вариант. Вот, и поэтому как бы мы взяли то, что нормально с этим уживется. И последнее. А, проверка данных. Короче, это вот тоже хороший очень вопрос, потому что Drive Validation вообще сам по себе, он позволяет делать два типа проверки. Первая проверка – это проверка чистых входных данных, то есть вот то, что мы делаем на формочке. А вторая проверка, которую тоже можно описать дальше, то есть когда у нас уже данные сами по себе валидны, ниже мы можем описать проверки, связанные с базой той же, ну, там, уникальность и так далее. То есть в этих примерах я этого не показывал, но они у нас как бы есть просто. Если вы посмотрите в документацию именно Drive Validation, там есть такой блок, как Validate, и можно описывать там ключи, различные кастомные штуки, и получается, что мы до туда просто не дойдем. Если у нас данные сами по себе не валидны, а дальше уже мы можем проверять как бы что-то в связке с базой. Так что, ну, как бы это нормально с этим уживется. Во-первых, хочу поблагодарить за интересный доклад, но все равно какие-то там подходы интересные новые для себя открываешь. Второй момент – если насыпается критика, как мне кажется, значит, вы делаете что-то интересное. У меня тоже будет чуть-чуть критики, но сам факт, что она порождает критику, значит, скорее всего, это, ну, наверное, достойно уважения, и у людей какая-то обратная связь возникает. Что меня, честно говоря, смутило? Меня смутило в первый момент – это порог входа нового программиста будет очень сложным, на самом деле, потому что я, если бы это все попало, у меня просто бы крыша поехала. Но мне просто было интересно узнать. То есть были недостатки, пытались вы сделать какие-то замеры, а что вы все-таки получили? То есть концептуально я примерно понял, к чему вы стремились. А какая-то там аналитика, может быть, количество ошибок там уменьшилось? Что все-таки получили практически, а что бизнес выиграл вообще по итогу? Ну, вопрос хороший по поводу входного порога. Ну, это на самом деле так. Я там указывал, типа, непривычный подход, и за счет этого войти туда нужно постараться. Но как происходил ввод нового человека в нашу систему, я просто сел с ним, и с ним мы по этой презентации, считайте, прошлись. И какие вопросы у него возникали, мы их решали, но потом уже в течение работы с этими непосредственно структурами и там с модулями, так назовем, вопросы эти решались, ну и как бы люди довольно быстро входили. Это первое. Второе. По поводу замеров и прочего. Я не могу сказать, что мы проводили именно замеры. Однако то, что было, у нас реально нету вообще… Ну, мы это выкатили, и с валидностью данных за это время у нас не возникло вообще ни одной проблемы. Это первое. Ну, у нас airbreak. И как бы, короче, мы, во-первых, потому что было первое с DAO и DEU, ну, с Data Active User Data, получается, у нас изначально мы уже на стейджинге некоторые ошибки отловили, мы видели, что туда приходит, и там уже отловили. И как бы до продакшена оно просто не дошло. И как бы это позволило нам в будущем избежать этих проблем с миграцией данных и так далее. Это касательно Data Active Users. А касательно вот Demand Control Центра, во-первых, вот то, что я сказал, мы когда выкатили, и там уже пользователи непосредственно с этим работают, там вообще никаких с корректностью данных проблем не было, потому что мы изначально проверяем данные, просто потом не доходит уже до эксепшенов. Это первое. А второе, у нас возникла ситуация, когда нужно уже по ходу кастомизировать это. И, ну, короче, снова-таки это субъективно, но я помню, какая была боль с кастомизацией в валидации в Active Record, и насколько просто мне это было сделать здесь. Вот это, ну, короче, это субъективно, но оно просто не сравнится. Вот. Ну, снова-таки я хочу заметить, что мы как бы рубисты, и у нас нормально, когда к одному и тому же решению мы можем прийти разными путями. И то, что я сейчас рассказывал, это не значит, что только так, никак иначе. Если вы используете другие инструменты, это очень здорово, и было бы очень круто послушать про них. Как быть с валидацией уникальности каких-то записей в базе? Поддерживает ли вот такой подход вообще валидация уникальности? Я уже частично… Хороший вопрос, спасибо. Я уже частично на него ответил, отвечая Александру. Получается, что изначально вы проверяете корректность самих данных, а потом уже вы можете там внутри описать что угодно, ну, кастомные валидации. То есть вы там можете описать вплоть до опрощения к базе. Но как бы валидация уникальности там… Ну, и это первое. Второе, то что… Удача конкретного типа проверить, насколько этот экземпляр, это же уникальный, вообще в знаках его стоит в всей системе. Вот. Уже другие лаи. Ну, получается, что да. То есть изначально мы проверяем просто сами данные, чистые данные. Потом мы можем проверить именно в Drive Validation. Почитайте, есть там Validate и Rules. Вот эти две штуки они позволяют это делать. Это второе. А третье, как я тоже указывал, эти штуки очень хорошо работают, ну, уживаются с Active Record. И поэтому вы просто можете в разных местах отловить, по сути, ошибки. Но мы как бы делали валидацию на уровне, ну, именно в Drive Validation вот такой вот, на уникальность, и она нормально работает. Я тут хотел бы сказать, что я все время говорил об этом и еще раз скажу, что на самом деле валидация уникальности – это больше задача уровня BD. Потому что, как минимум, те, кто хоть раз сталкивался с Race Condition во время как бы валидации уникальности, те поймут. Ну, как бы, мне кажется, что тут одно-другое не исключает. То есть… Нет, ну, это может быть превалидация, допустим, да, то есть что-то типа юзер Вася уже есть. Я вводу e-mail и пароля, да. Я вначале валидирую систему и Drive. Вот, где говоришь, пароль не удовлетворяет условия, а потом пароль удовлетворяет, более низкая система валидации, прорабатывается, e-mail не уникальна. И вам, правда, получается, нужно вернуть эти первые и вторые ошибки и двух уровней одновременно… Хороший вопрос. …объект все равно будет невалидный. Ну, во-первых, я уже говорил, что мы можем именно на уровне Drive Validation проверять связки с базой. То есть это без проблем можно делать. То есть и так мы можем вернуть ошибки на одном уровне, не создавая невалидные. А по поводу проверки уникальности мне очень понравилось, как описали проверку уникальности в Acta в Elixir. Короче, я не помню, как она конкретно звучит, но там в самом названии, в самой названии валидации указано, что она типа ненадежная. То есть она может допустить то, что типа пройдет неправильно, ну как-то ложно-позитивный результат. Ну вот как-то так. Я не помню, как она звучит, но суть в том, что там даже в названии валидации это указано. Я так смотрю, мы сейчас начнем эти самые круглые столы прямо с первого деклада. Давайте последний вопрос. А на Джаве не думали все переписать? Переписываем частично на Go. Я бы с этим поспорил. Джава не нужна. Спасибо тебе большое. Вам спасибо.